Доброе утро, уважаемые коллеги! Судя по наполненности зала, тема действительно актуальна и востребованная. Не будем углубляться в вступление, а дадим слово главному врачу нашей клиники, профессору Робиту Иосифовичу Хабазову. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас сегодня в этом зале на нашей конференции, которая посвящена теме «Трудный диагноз при болезнях органов дыхания». Тема выбрана не случайно, так как болезни легких – это одна из наиболее трудных областей для диагностики. Решение сложных диагностических задач нередко бывает возможным только при использовании мультидисциплинарного подхода в крупных клиниках, в которых есть возможности проведения компьютерной томографии, фибробронхоскопии, бронхоавиарного лаважа, эндовузии, криобиопсии и, конечно, морфологии с иммуногентохимическим тестированием. Наш федеральный научно-клинический центр обладает всеми этими и еще многими другими диагностическими возможностями. У нас накоплен опыт ведения пациентов с интерстициальными заболеваниями легких. Только в пульмонологическом стационаре ежегодно проходит обследование и получает лечение более 200 таких пациентов и еще около 250 пациентов с аркоидозом. Мы ведем серьезные научные исследования при болезнях органов дыхания, в том числе уникальные с использованием мезенхимальных клеток костного мозга, применением технологии альвеоскопии, созданием генетических тест-систем для ранней диагностики рака легкого. За последние три года нашими сотрудниками опубликовано 12 статей в ведущих западных респираторных журналах, а также глава в зарубежной монографии. В прошлом году увидела свет книга «Редкие заболевания легких» под редакцией профессора Верьянова, в которой обобщен наш опыт в ведении сложных для диагностики пациентов. Этим опытом мы хотели бы поделиться с Вами, организуя данную конференцию, пригласив на нее лидеров таких диагностических направлений в нашей стране, как лучевая диагностика, пронхология и легочная морфология. Мы очень благодарны нашим гостям за то, что они смогли найти время в своем перегруженном графике и откликнулись на наше предложение участвовать в конференции. Помимо многоопытных специалистов, перед Вами выступят молодые врачи с предоставлением интересных клинических случаев и результатов собственных научных исследований. Желаю Вам плодотворной работы и приобретения новых знаний, которые несомненно помогут Вашей профессиональной деятельности. Желаю удачи. Спасибо. Спасибо.